Спасибо, брат! Второй станок мы уже покупали за 14 с половиной. Знаешь, мне кажется, мы ютубе... Бум, друзья, два новых... Ну что, друзья, вот так примерно получилось. Друзья, это воскресенье, 23 февраля, 16.00, музей Мост, который находится в Москве рядом с парком Горького. Состоится моя небольшая лекция, открытое выступление, или как это можно назвать, не знаю, на свободную тему о кастомайзинге и все, что с этим связано. Обязательно всех жду, там замечательная атмосфера, американские тачки, мотоциклы, есть бар для информального общения, так что все составляющие удачного вечера присутствуют. Так что обязательно вас жду, если соберетесь, киньте, пожалуйста, мне либо в комментарии, либо в Директ Плюсик, чтобы мы знали, что вообще хоть кто-нибудь придет. Вход по промокоду BOX39 будет всего 300 рублей, поэтому отличная возможность как посетить музей, так и пообщаться с замечательными людьми, коих должно собраться очень немало. Спасибо, друзья, всех жду. У меня просто нет комментариев. Вот так вот резко, по-моему, эти колеса становятся просто самыми крутыми на джойтиках. И вот сейчас еще переднее. Спец инструмент. Знаешь, мне кажется, в Ютубе никто не приходит. Руля не хватает. Вывели форму сидушек. Поменяем немножко рисунок относительно первого джота. Здесь у нас будет перпорированная кожа, а здесь будет обычная гладкая. У джота два тоже сидения готовы. Что, друзья, мы получили выкраски. Вам, конечно, по камере ни хрена не понятно, но поверьте, нам настолько же непонятно. Вороде не подходит. Все, друзья, цвет определен. Малярочка началась. Четвертый джота загружается на стенд. Начинается сборочка. Прямо рядом с вторым и неподалеку от третьего. В общем, провел я в обдумывании несколько ночных часов по поводу FXDR. Поболтали мы тут с Антошей. И все-таки пришли к тому, что надо все-таки оставить понимание того, что это FXDR. То есть надо поработать с этими новыми формами. Но по факту у нас не очень огромный бюджет на этот мотоцикл. Большую часть едят колеса, всякие траверсы, консоли, руль там и всякая вот эта вот шлобода фрезерованная. На тело у нас не остается так много прямо бюджета. Мы не можем переделать топливный бак. Наверное, это к лучшему, потому что это подталкивает нас все-таки к какому-то универсальному решению, которое дальше можно будет использовать как легкий тюнинг, легкое преображение, да, за счет замены, например, заднего крыла и добавления сюда большей панели. Смысл в чем? Как мы вообще будем развивать этот проект? Скорее всего, мы прибегнем к нашему замечательному способу лепки из пластилина, потому что когда ты рисуешь FXDR сбоку, он очень страшный. И там очень сложно поймать какие-то линии, поэтому на это все надо смотреть в объеме. Здесь мы с вами пойдем под пластилина. Сейчас надо будет разобрать вот эту заднюю панель, посмотреть, как она устроена, потому что желательно, точнее не желательно, однозначно нужно оставлять здесь сидение, потому что оно достаточно прикольно, у нее есть линия формы. Здесь надо оставлять внутренний каркас. Но основной задачей будет все-таки подчеркнуть вот эти вот линии задней части на баке. Нам нужно сформировать линию, которая бы заходила на бак и обыгрывала бы передний воздухозаборник. Первое, конечно, начнем с изучения конструкции. Выхлоп я думаю, что здесь оставим, и он, наверное, будет фишкой. Мы изменим, скорее всего, наконечник, а так его оставим, чтобы было понятно, что это все-таки FXDR. С передней частью уже, как мы с вами обсуждали, все-таки это 21-ое колесо вперед. И, скорее всего, мы возьмем сюда концепцию пьемба, вот этой закрытой вилки, но не полностью закрытой, а частично закрытой. То есть мы сделаем вот эту вот фару, потому что там тоже была на пьембу фара брейкаута. Оставим эту фару, сделаем вокруг нее некий щиток, который будет закрывать верхнее перо вилки. Блин, свиньбилый. Пожалуй, бюджет маленький. Наш маленький аккумулятор от пьемба нужно заныкать сюда и здесь сделать стату, как мы делали, на пьембу. И, собственно, вот тут шутнуть вообще верхнюю часть всю. И у нас получится врату летящая часть такая, плюс у нас будет консоль и прям охуенно будет. А папка-то дело говорит. Держи, пожалуйста. Ну, друзья, чтобы вы понимали, данная деталь делает из брейкаута FXDR. А вот это вот произведение искусства очень напоминает творчество какого-нибудь качественного гаражного кастомайзинга. Такого прям серьезного, да, вот со всеми вот этими потертостями, заварочкой. Вот такой вообще полет для творчества. То есть, по сути, вот эта вот поднятая вверх попа, она нам такое пространство дает, да, когда нам не надо ничего заезжать, заужать и все остальное. То есть, здесь твори не хочу. Вот, если оно нам с вами в этой части будет сильно мешать, то мы, скорее всего, тогда от него избавимся. Ну, вот это чума вообще. Ну, то есть, понимаете, да, здесь, наверное, все-таки, конечно, есть какой-то расчет потока. Потому что здесь такие еще мятинки какие-то сделаны специальные. Но прикол в том, что оставив вот эту трубу, мы можем с вами вот эту вот диаметрию как угодно менять. Я надеюсь, вы зацените мой слайд. У меня просто такое ощущение, что где-то в году так, в 2016, да, на Харлет-Дэвидсоне просто освоили вакуумную формовку пластика. И такие, вау, какая охрененная технология. Теперь мы знаем, что делали японцы там с 80 хрен какого там года, блин. Просто с завода умольняется тысяча металистов. И все начинает херачить просто. Представляете, при всем при этом у нас задача сохранить заднего пассажира. Вообще у мотоциклистов обычно такой задачи нет. После вот таких вот разборок, приказать в том, что кастомайзеры делают бутафорию, да, просто невозможно, потому что вот это максимальная бутафория вообще. А, брат, смотри, здесь сложное литье пластика. Проснитесь, пацантре, вот вам, делайте. Да, это заготовка для кастома. Да, это реально заготовка. Дизайнеры в Харлее сидели там и 5 лет вырисовывали вот эту крышечку. И в конечном итоге все так ее просто выкидывали. Да. Друзья, ну это поморотник, конечно, просто... Просится приборка, но это просто бутафория. Друзья, детей от экранов убираем. Контент 18+. Просто сись Андрей. Привет, пластиковая промышленность Америки. Здесь, наверное, логика была следующая, типа, парни, ну вы все равно это снимете. Ну что мы будем уезживаться, как бы, ну... А мы, конечно... При этом, друзья, кронштейн фары сделан из металла, формованного металла, понимаете? Что-то мне американские инженера напоминают русских кастомайзеров, таких, типа... А не забубенит ли нам здесь 3 тонны алюминия? Похорошел FXDR без пластика. Офигеть! Просто офигеть! Господи, спасибо, что ты создал завод Харли Дэвисон. Охренеть! Даже бедный Акрапович до такого не додумался. Друзья, мне все сложнее и сложнее вам как-то это комментировать. Поэтому просто смотрите. Ну что, вот и началось. У тебя же мультики потихоньку заезжаем. Просто мексиканский движ. Все, на самом деле, два стола и шкаф. Спасибо, мальчонка у нас, да? Ура себе, у рядового. Ты пицуха, как у старлея, бля. Ну и че? Я же срочник был. Старший рядовой? Нет, на флоте там звания другие. Я боюсь вспомнить не смогу. Сейчас Старшина первые. Это сколько ты веришь служил? Два года. Это было, блин, 12 лет назад это было. Высосите его с этой стороны. Это самые царские тапки I have ever seen before. Ну что, друзья, вот так примерно получилось. С местом, конечно, не шик, но... Так, друзья, ну что, пятница, утро, контрольное время. Мы начинаем сборочку. Мы сейчас собираем два наших станка. Отключаем, сливаем сош, чистим. Снимаем панели, готовим к транспортировке. Завтра, в субботу, с утра приезжает погрузчик с новыми станками. И мы это дело все загружаем, то сгружаем и затаскиваем. По случайному стечению, представитесь, первый станок начинает собираться именно тот, который был первым. Это 2014 год. И с ним связана самая прикольная история в том, что мы его оплатили. И буквально через 2 или 3 недели жахнул кризис. Пал очень сильно рубль. И доллар стал бы в 2 раза дороже. Мы успели оплатить его по старому курсу. И он обошелся в 9,5 миллионов. Второй станок мы уже покупали за 14,5 миллионов. Ну что, катаны, с вами новый человек. Помнишь, сколько я доставлял это удовольствие, когда он был новый? Это было 4 года назад. В принципе, мы работали целый день ради того, чтобы в конце его помыть. На Сан-Берес этим станком уходит целая эпоха. Знаете, ведь на нем все было в первый раз. Я первый раз нажимал кнопки на ЧПУ станке. Роман еще впервые узнал, что такое фрезеровка именно на этом станке. Первые колеса, первые траверсы. Первые в России 3D колеса были сделаны здесь. Прямо сейчас заканчивается такая огромная эпоха. Эти половины лет, которые создали нас, создали меня, создали пацанов. Хорошо, что это хотя бы заканчивается продолжением, активным продолжением, а не каким-то уходом и никуда. Этого красавца мы будем помнить всегда, друзья. Вот ты не на кнопку вставай. Вот за Роман вставай, пожалуйста. Господи. Вам всем видно, да? Руку на руку кладем? Руку клади на руку. И напали пальцем надо вдвоем давить. Спасибо, брат! Все, чао. Друзья, если кто-то из вас купит этот станок, ну, вы нам хоть маякните, я вам гарантирую, вам очень повезет. Серьезно. Так же, как нам. Второй станочек у нас подошел. Сейчас сливаем сожек. Блин, вот синерджи, конечно, просто, ребят, всем от души советую. У кого есть возможность, надо брать, потому что не воняет. Ничего, глаза от нее не режут. Прозрачно. Нет вот этой грязи от нее. Че такие продукты? Ну, вот, в принципе, и все. Самый простой этап закончен. Сейчас вечер пятницы. Два станка стоят в транспортировочном положении. Завтра с утра мы выходим в субботу. Ночью уже приезжают фуры с погрузчиком и с двумя новыми станками. На завтрашнее утро у нас начинается того, что мы эти два станка выталкиваем. И смотрим, насколько это быстро у нас получится. И успеем ли мы за субботу запихать сюда еще два новых. Есть вероятность того, что это все-таки растянется и на воскресенье. Так что мы спать, а вы уже просыпаетесь в субботу утром. Опа, друзья, ну вот уже и суббота. Реально почти спрыгнул. Доброе утро. Доброе утро. Внутри сейчас нам придется вытащить сначала 2,750-х, а потом уже все это дело запихивать. Но, друзья, на сколько бы миллионов долларов вам не приехало оборудование, все начинается с толкача Волги. Тормозить-то кто будет? Стой, эй! Вот так вот, парни, под диван все козяки засунули, да? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 и всего остального. Понимаете, вот этот, например, UMC 1000 ESS стоит примерно 25 миллионов, как какая-нибудь Lamborghini, URUS или Бентияго, или еще какая-нибудь шляпа, пол Москвы на этом ездят, но мы-то на этом не ездим, а мы вкладываем это в нашу замечательную промышленность, друзья, чтобы наш отечный кустомойник развивался, ставчик наш вырастал и был такой прям мощный, чтобы по миру нас уважали, любили, покупали нашу продукцию, мы развивались, создавали рабочие места и создавали нашу индустрию, чтобы в нее могло вливаться намного больше людей, все на этом зарабатывали, были счастливы, а самое главное счастливы мы, друзья, потому что у нас есть вы. Спасибо, все это благодаря вам.